Особое мнение на 101FM Да, есть возможность немножко порадоваться Давайте я предлагаю начать с подведения итогов единого дня голосования Выборы разного уровня проводились, насколько я понимаю, во всех субъектах Российской Федерации Единый день голосования Да, единый день голосования Ну, надо сказать сразу, что ничего экстраординарного не произошло Что касается российской столицы, то Сергей Семенович Собянин продолжит по-прежнему возглавлять Москву Значит, видимо, и дальше будет Москва хорошеть при Сергея Семеновича Кстати, он третий раз уже победил на выборах Да, он третий раз пошел В 2010 году он пришел в Мосгордуму Потом в 2013-2018 году были выборы, ну и вот сейчас в 2023 Что касается субъектов Российской Федерации, которые возглавляли губернаторы, представители Единой России Они, в общем-то, переизбрались, можно сказать, да? Причем, знаете, цифру я посмотрел везде плюс 70% Ну, даже я бы больше сказал 72% 72% Есть даже некоторые, даже очень большая часть региона почти под 80% В Московской области Андрей Воробьев почти... 83, по-моему Да, 83, ну почти 84% Не кажется вам каким-то подозрительным вот это 70%? Слушайте, мне давно выбор кажется фактором таким подозрительным, особенно в последнее время Нет, ну я думаю, что как бы тут есть всему объяснение, потому что на самом деле мы сегодня видим такая немножко политическая жизнь последние полтора года замерла Значит, и мне кажется, что очень, во-первых, знаете, как мы все равно с вами понимаем, что в большинстве случаев, ну там, наверное, 99% Все кандидаты, которые выдвигались, они в основном были техническими Да, там однозначно уже были в каждом регионе лидеры, они всем были понятны, они в основном как бы утвердились Кто-то там был, по-моему, в трех регионах с подпоровкой ИО, значит, тоже представлены президентом Они тоже там, ну как бы успешно и предсказуемо победили Значит, и мне кажется, что сейчас вот совершенно такая немножко странная история, потому что все-таки идет СВО, и как-то вот и выборы накладываются И мне кажется, что оппозиционным кандидатам очень тяжело сейчас вообще вести кампанию, потому что, в принципе, как бы ругать или критиковать там власть очень сложно, потому что все-таки идет СВО И они, конечно, сдержаны Требуется некая консолидация Да, просят определенной консолидации и, в общем, не раскачивать лодку, там, да, какая-то любимая фраза То, в принципе, здесь просто уже как бы и кандидатам от других так называемых оппозиционных партий очень сложно работать в такой системе и в такой ситуации То тут как бы ничего неожиданного нет, все, в принципе, закономерно Я вам говорю, смотрю, даже когда еще там 5-10 лет назад мы смотрели такие итоги по губернаторам и по партиям Это было в основном там республики, там, да, за 80, то сейчас, в принципе, вся Россия подтягивается к этому К 80, без всяких проблем, и, в принципе, я думаю, что следующий день голосования, который будет в следующем году, там, я думаю, что и планка, и 90 будут уже взяты Вопрос, насколько это все... Не исключается, да? Да, я это не исключаю, да То в данном случае, как бы, ну, все закономерно, на самом деле Выборы были, как известно, и в Кировской области, но самый высокий уровень это довыборы в областное законодательное собрание, да, по Котельническому округу номер 9 Я напомню, что почти что год назад избранный в текущий созыв ОЗС Владимир Костин сложил в себя полномочия в связи с переходом на партийную работу, да, повышение Покинул пределы Кировской области, ну, и вот состоялись выборы, в том числе и в Котельниче Победу одержал представитель Единой России Александр Чиликин Александр Юрьевич, напомню, является действующим депутатом Кировской городской думы, да, в настоящее время Да, если мне память не изменяет, он, по-моему, в том году возглавлял список Единой России на выборах в городскую думу Ну, и в этом году уже там, через год он уже начал переизбираться в ЗАГС собрание, видимо, уже обещания, которые отдавал городским жителям, наверное, уже были все выполнены И он решил еще помочь областным и именно городу Котельничу с Котельническим районом Его результат без 54%, да, при средней явке 19 с небольшим Там немножко цифры, мне кажется, немножко там гуляют, но вот что хочу сказать Самое интересное, ну, у нас такая типичная история, вот то, что я уже сказал, что оппозиционным кандидатам очень сложно Во-вторых, мы сейчас видим динамику, что вообще, как бы, в районах области и в таких малых городах Кировской области, ну, как бы, политика вообще людям не интересна Они в нее, видимо, совершенно не верят Если вы посмотрите, то что все кандидаты в Котельниче, в Котельническом районе, в основном, были из города Кирова Ни одного местного жителя, который бы изъявил желание идти, в принципе, по своей родной территории отстаивать интересы своих земляков, не нашлось Может быть, и были, но не поддержали там партийного, когда не знали Ну, вы знаете как, я там говорю по Справедливой России, мы очень плотно пытались найти кандидата, готовы были его выдвинуть по Справедливой России Ну, скажем, что Сергей Постников участвовал, да, в Справедливой России в этих выборах Он тоже считается Кировским, да, он из Кирова Ну, в принципе, мы на это потратили 2-3 месяца, и таки, ни одну кандидатуру мы таки не нашли, и никто не изъявил желания Значит, и в данном случае, вот мы сегодня видим примерно то, что произошло, значит Но самое интересное, что, почему интерес очень низкий, я вот посмотрел по данным Значит, это округ примерно у нас в ЗАГС собрании, он примерно везде одинаковый, голосующих примерно около 45 тысяч На сегодняшний день в Котельниче и в Котельничском районе проголосовало 5300 человек Да, но это чуть больше 12-13%, да Но это говорит о том, что это вообще, как бы, история не для сегодняшнего, видимо, дня У людей совершенно другие проблемы, я снова возвращаюсь к СВО, я снова возвращаюсь к инфляции Я снова возвращаюсь к тем трудностям жизненным, которые сейчас мы все испытывают, население Ну, к тому же, вы раньше говорили, что, на ваш взгляд, люди устали от выбора Они устали, они в них не верят Дело не в усталости, они в них просто не верят вообще, мне кажется так И я вот смотрю, да, ну, и мы с вами говорим, что 5300, я думаю, что основная, очень большая часть Это, наверное, были бюджетники, как обычно, там, да Тем более, кандидат шел от Единой России, такой, знаете, партийный человек Который еще плюсом и является руководителем Межрегионгаза, структуры Газпрома Очень важная структура, учитывая те цели, которые по газификации сейчас в Курской области ставятся Конечно, он заходил, как, мне кажется, человек с факелом, который говорил, что я тут, если меня выберете Я там полностью решу все проблемы по газификации и все прочее И он это выдавал, как, знаете, такое благо, которое он им даст, если его выберут Хотя, на самом-то деле, это его работа То, если мы там посмотрим, то, конечно, кандидат был выбран с точки зрения такой, что спрос на сегодня, на низкие тарифы и на газификацию в Котельничье высок, как нигде Ну, наверное, еще в Слободском такой же Потому что в этих районах и городах самые высокие тарифы на ЖКХ Да, и понятно, что люди, наверное, как бы без вариантов понимают, что им нужны низкие тарифы, потому что то, что сегодня они платят, это безумие там, да Ну, конечно, они верили, ну, им деваться было некуда Хотя я вам скажу, что если мы с вами только что смотрели на фоне всей другой России То кандидат от Единой России в Котельничье и в Котельничьском районе это набрал не так и много Он 54% набрал, 53%, да, то мы там говорим, там везде за 70, там под 80, да Но это главы регионов Ну, какая разница, все равно же, а он руководитель рекотделения города Кирова, там, да, по-моему, насколько я понимаю, исполкома Все им не память не изменят Так что, ну, вот, как бы такой кандидат и все они, еще раз говорю, из Кирова Ну, и главный, наверное, вопрос, ну, вот я посмотрел специально, как финансировалось там, да, ну, это... Мне тоже эта карточка попадалась Вам попадалось, да У победившего кандидата в разы Какой? В десятки раз В десятки раз Смотрите, я посмотрел официально, еще раз хочу сказать, официально 5 миллионов 100 Это Чиликин, значит, первое место Значит, второе место, это кандидат от ЛДПР, у него 200 тысяч Значит, на третьем кандидат от КПРФ, у него 47 тысяч Ворожцов Ворожцов, да Итак, ну, я еще вам... К 500 миллионам мы можем прибавить административный ресурс, потому что мы сами с вами видели, что это представители Единой России И, по-моему, даже они все встречи вместе проводили, как я видел по телеграм-каналу вместе с губернатором, там, да, они как бы... Плюс газовый ресурс, значит, плюс все ресурсы административные и все прочее Ну, это просто несовместимо, и то, что мы сегодня видим, что второй кандидат, по-моему, сколько там набрал? 17-18, да Представитель ЛДПР Скопин, ну, 17,5 17,5, ну, я вам скажу, что при 200 тысяч вложений, 17% это, ну, как бы, ценам, как бы, каждого голоса совершенно разные Себестоимость процента, она пониже здесь получилась Ну, тут, в принципе, просто все устелено деньгами и административным ресурсом, то, конечно, в этой истории очень сложно, как бы И плюс, когда я сказал, что еще лишний раз не критиковать не надо, нельзя ругать и, как бы, и какие-то ошибки говорить, потому что это, там, раскачивание лодки То, в принципе, знаете, такое подобие выборов, они все-таки прошли и технически, как бы, все было исполнено И все партии поучаствовали, которые представляют сегодня в парламенте Ну, сегодня на планерке у губернатора, глава обл. избиркома Галина Буркова отчиталась о том, что никаких нарушений в ходе выборов не было Ну, какие там нарушения? Никаких обращений в головную, собственно, организацию не было На местах были небольшие замечания от самих кандидатов, в первую очередь, которые жаловались друг на друга в связи с нарушениями при проведении агитации Ну, это старая история, там, да Ну, мы говорим, а какие там нарушения? Там мы с вами видели, что из 45 тысяч пришло 5 тысяч Там, наверное, пришли люди старшего поколения, бюджетники Там, в принципе, просто само по себе, как бы, самый интерес к выборам довольно-таки низкий И на что там жаловаться? Там и не может быть никакой... Обычно же, знаете, когда это происходит? Когда большая выборная кампания, когда идет какой-то, как сказать, именно соревновательный процесс Когда там, на самом деле, бьются за каждый голос, там, как бы, много активных и одинаково равных кандидатов Когда есть интрига вообще всего А тут, ну, тут все было понятно, я думаю, что иллюзий никто не испытывал Это, знаешь, вопрос, хотите ли вы газа? Конечно, мы хотим, но вот, если вы хотите газа, вот вам наш кандидат Вот человек с факелом, который бежит к вам на встречу, вы должны его принять, как бы проголосовать, и будет у вас счастье на земле Ну, нельзя забывать, Дмитрий Михайлович, о том, что следующий, 2024-й, он тоже выборный И выбирать будем не кого бы, а президента Ну, это в марте месяце Российской Федерации, да При определенных обстоятельствах Ну, на ваш взгляд, если внутриполитическая ситуация будет оставаться сложной, экономическая ситуация будет оставаться сложной Интерес в целом к местным выборам, в первую очередь, он будет снижаться, на ваш взгляд, там, цифра по явке? Володь, ну, мы же видим динамику, что он снижается ежегодично, то, в принципе, я думаю, точно никакого всплеска интереса к этому не будет Потому что в данной системе мы, как бы, видим, что это на сегодняшний день, еще раз говорю, для людей это никакой в это надежды и веры нет И проблемы, которые сегодня люди охвачены, они гораздо выше, больше, и, в принципе, они на это уже вообще никак не реагируют То, мне кажется, что сегодня, как бы, та ситуация, которая идет у нас там с СВО, а у нас очень много соревнов в области ребят ушли на эти, как бы, призывы и по мобилизации, и по всему То, конечно, люди больше в это, как бы, расположены, чем каким-то выбором непонятно Держаться за судьбы друг друга, да, интересуются в первую очередь Тут, в принципе, это вот, мне кажется, что я бы вообще, при сегодняшней ситуации, и при, все-таки, у нас ведут действия определенные военные, что, ну, как бы, вообще, нужны ли нам вообще выборы в данной ситуации, да, можно без них обойтись Но, если бы сегодня мы не выбрали... То есть, некий мораторий или что? Я бы въел, да Заморозку, да, конечно, потому что, в принципе, это все равно ресурс, это, как бы, деньги, это надо людей, там, тревожить, беспокоить, там, да, это все равно агитация То, в принципе, а зачем? Ну, вот, не избрали бы сегодня по Котельничу одного, там, у нас, кандидата в ЗАГС собрания, и что бы произошло? Ну, что бы произошло? Я думаю, что УЗС бы продолжила существование А он продолжил бы работать, и Котельнич бы жил, как и живет, а если там про газ, ну, мне кажется, что у генерального директора основная задача по работе, по основной его, да, людям заводить газ туда, где это требуется, потому что это политика государства Об этом говорит уже президент на протяжении большого периода времени, что газ должен внутри страны быть везде и быть доступен для населения И газ бы, наверное, я думаю, что пришел бы, несмотря ни на что, там, да, по основной его работе Ну, и они же жили уже год без депутата Я не думаю, что там были какие-то... Ну, регламент предполагает, что до выбора должны... Ну, мы же говорим, что мы сейчас живем не самое простое время, да, и есть совершенно другие, как бы, вещи Ну, не знаю, это моя точка зрения, то, в принципе, как бы, вот, я ее придержусь Потому что еще раз хочу сказать, что почему-то сами жители Котельнича и Котельничская района не изъявили желание участвовать в этих выборах Ну, для меня это главный показатель Хорошо, идем к следующим нашим темам А, ну, и сегодня еще на планерке у губернатора стало известно, что появился еще один полноценный министр Министр охраны окружающей среды Тимур Абашев Избавился от приставки ИО, ну, Тимур Инвилевич, как известно, давно работал в команде Аллы Викторовны Албеговой Да, вы как пересекались с Тимуром? Мнение о его работе? Пересекались, он на самом деле давно работает Довольно-таки, мне кажется, молодой, перспективный, наверное, какой-то более живой, чем Албегов человек И мне кажется, что, видимо, тот период времени, когда он был исполняющим, вроде не вызвало ни у кого сомнений С начала мая этого года Да, и губернатор, видимо, уже принял решение, чтобы его уже утвердить в должности министра Поживем-увидим, на самом деле фронт работ большой, проблем очень много И мне кажется, что здесь как раз хотелось бы, чтобы министр все-таки погрузился головой вообще все в проблематику Которая за последние годы возникла в этой отрасли особенно там Но мне кажется, Тимур Инвилевич погружен Ну, он погружен, погружен он давно, но для нас сейчас надо ведь не погружаться, а находить пути решения И чтобы эти проблемы как-то могли хотя бы понемножку рассасываться Потому что, на самом деле, проблем в этом направлении очень много Мы недорабатывали очень много и на протяжении большого периода времени благодаря старому министру Давайте сейчас обсудим то, что происходит в экономике нашего региона Если верить, доверять статистическим данным, то в январе и июне, вернее, в этом периоде С января по июнь 2023 года у нас во всех основных отраслях экономики в регионе Наблюдается рост и промышленности, и сельское хозяйство, и транспорт, и торговля Самый существенный рост, плюс 30%, это строительство Как вы оцениваете ситуацию текущую? Насколько можно доверять этим данным? Может, по вашим собственным наблюдениям, картинам, может быть, немножко, мягко говоря, иначе складывается? Ну, знаете, как по основной своей деятельности работаю, работаю во многих регионах, да В этом плане Кировская область довольно-таки показывает хорошие показатели Значит, и по доходной части бюджета, по сравнению даже с тем годом Вот у нас сейчас там практически рост по сравнению с тем годом Мы поправками будем где-то, наверное, в октябре на пленарном заседании перераспределять бюджет Значит, рост плюс 18%, это примерно 5,5 миллиардов рублей Неплохой показатель Показатель неплохой, значит Наши соседи, особенно, допустим, это Ярославская, Ивановская, Владимирская, Костромская Они, конечно, таких показателей не имеют Я считаю, что наше преимущество сегодня, конечно, это военно-промышленный комплекс, который в Кировской области Который обеспечен заказами Обеспечен заказами, где довольно-таки очень большие сейчас зарплаты Это, значит, большое отчисление НДФЛ Значит, и как раз вот этот, как бы, приток, как бы, денежных средств и высоких зарплат И способствует разгону и всех тех отраслей, которые мы вам говорим Торговля, там, рестораны, бизнес Да, потому что доходы населения, как бы, все равно довольно-таки высокие стали в этом периоде Значит, потребление, как бы, растет Ну и понятно, что это приводит, там, в движение все остальные отрасли Значит, плюс, наверное, еще есть главный вопрос, это инфляционный Мы все равно сегодня видим, что в стране довольно-таки высокая инфляция Значит, чтобы там нам не говорили, мы видим, что за последние 2-3 месяца Только курс доллара улетел на 40%, да, в принципе Вот рост цен на топливо у нас, новую инфляцию отгоняет, если не ошибаюсь Да, на топливо, плюс у нас очень сильно выросли строительные материалы, особенно цемент И это все приводит к росту всего, да, и понятно, что, как бы, одновременные покупательские способности инфляционные Эти все процессы, они такой, какой-то, пока на сегодняшний момент дают такое развитие, как бы, экономики Ну, мы сейчас говорим про Кировскую область, потому что в некоторых этим похвастаться не могут Значит, что касается строительного бизнеса, ну, мы с вами понимаем, что по ряду причин Старая власть в главе, там, с Василием и Чуриным сдерживала строительные процессы И в течение двух лет они не получали разрешения на строительство То сегодня, как бы, тут все двери открыты, стройка пошла, как бы, они начали строить, они начали торговать И понятно, что рост произошел, он, может быть, даже связан не с теми какими-то определенными комфортными условиями Но просто, когда вообще не строили, сейчас начали строить, то, конечно, это произойдет рост там, да Значит, что еще, наверное, тут повлияло Ну, не будем убирать, что у нас очень много земляков находится на СВО Значит, они получают довольно-таки, по сегодняшним меркам, высокие зарплаты Из Министерства обороны и по контрактам эти тоже деньги находятся, приходят семьи Это снова развивает покупательскую способность И уровень жизни, ну, все равно этих людей поднялся Потому что, ну, 204 тысячи, это довольно-таки большая зарплата для Кировской области Значит, а эти ребята получают, и они, как бы, пользуются Они их отправляют детям, родителям, женам То понятно, что это все в экономике сейчас То есть это такой имеет формат котла большого, где все это вертится, это крутится и работает Ну, да, я согласен, что тут есть определенная положительная динамика Но единственное, что я боюсь, что это может быть недолго продолжаться по ряду причин там, да Значит, потому что все равно будет какая-то старнация, будет какая-то, как бы, ну, более спокойная динамика И очень бы хотелось, когда у нас большие доходы бюджета свои, там, да Вот сегодня мы говорим, там, 5,5, по-моему, в начале года мы 3 формировали, там, да Вот уже почти 10, да Чтобы эти деньги вкладывались с умом Чтобы они вкладывались в будущее Потому что так может быть не всегда И мы должны создать те необходимые запасы и так вложить в экономику Для того, чтобы это работало в те времена, когда у нас с доходной частью будет, как у многих наших соседей У вас лично будут предложения у коллег по фракции, как эти дополнительные, дополнительно изысканные деньги использовать? На какие статьи направить? Ну, у нас есть, как бы, сейчас мысли, мы еще до конца, это я просто в газетах прочитал По поводу доходной части и, как бы, поправками по бюджету Пока никакие документы, никакие, там, точные данные мы не получили Я думаю, что это будет Ну, Минфин, видимо, да? Ну, это да, видимо, да В том числе должен посвятить эти вопросы Да, мы пока, ну, если у нас в сентябре, как бы, не будет поправок То, в принципе, мы к ним вернемся только в октябре, там, да Пока все формируется Значит, пока точно сказать ничего нельзя Но мысли какие-то у нас есть уже давно И это, конечно, касается и поддержки, и социальной сферы И я думаю, что надо нам Пока у нас хорошая динамика идет по малому и среднему бизнесу Мы видим, что мы в том году там дали определенные льготы Они сегодня нам показали, что эти льготы привели к дополнительным доходам Надо обращаться на это, надо что-то поддерживать и в экономике Значит, ну, как бы, задач очень много и целей То, вот, хотелось бы, чтобы мы эти деньги, как бы, не, по-русски говоря, не раскидывали какие-то по мелочам А именно что-то сделали такое, чтобы потом это у нас осталось И это долгие еще годы работало Ну, на самом деле проблем-то много И это и касается и образования, и здравоохранения И культурной культуры, и спорта Ну, куда ни ценить, деньги нужны везде И хотелось бы, чтобы это все как-то по уму все расходовалось То есть получается такая интересная, да, двоякая ситуация С одной стороны СВО, да, которую мы уже неоднократно здесь упоминали Такой очень тяжелый моральный фон, да Вот такой все это предается Люди действительно там предпочитают не пойти на выборы Потому что тяжело, внутренне тяжело Но, с другой стороны, за счет того, что у нас много предприятий оборонки Военно-промышленный комплекс загружен, да Она начинает давать положительную динамику Значит, ну, еще раз хочу сказать, что тут, я говорю, что и все-таки и свобода для строителей И бизнес малый тут подключился Потому что, давая те льготы, которые мы дали, они немножко вздохнули И плюс покупательская способность у людей пока довольно-таки еще приличная Несмотря на то, что, в принципе, мы все равно говорим, что инфляция очень большая Мы видим, что происходит на полках, магазинах Мы видим, что происходит на заправках Ну, динамику мы видим, что инфляция разгоняется Мы даже видим по квадратным метрам, которые сегодня у нас уже в городе Ушли уже за 100 тысяч рублей за квадратный метр И мы лидируем в плане цен на новое жилье И мы лидируем в ПФО, да По росту, мы первые в России, если не ошибаюсь Да, 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 у нас самый высокий рост жилья Мы тоже начинаем с вами понимать, что это тоже очень большая проблема Потому что, если мы сегодня вернемся к самой главной проблеме в Кировской области и всей страны Это кадры Кадры Да, отсутствие как таковых То как раз вот эти все минусы дорогие Дорогой квадратный метр, дорогие цены в магазинах Невысокие зарплаты там где-то, да Это приводит к тому, что последние кадры в виде молодежи у нас уезжают То это вот главная проблема, как не просто затащить Вот у нас сейчас говорят, что давайте мы откуда-то привезем А откуда мы привезем? Губернатор недавно об этом говорил, что один из вариантов рассматривающихся, может быть, из других регионов приглашать Каким способом? Но там тоже дефицит? Там дефицит везде, раз Во-вторых, если мы рассчитываем на Среднюю Азию То высокий курс доллара сегодня нам не дает это делать Потому что я вижу по Москве, что очень много людей с Азии Из Кавказа уехали Да, фиксируются эти процессы Особенно столкнулись дворники, уборщики Таксисты в Москве, значит В магазинах продавцы Потому что, в принципе, они Там тысячу-полторы долларов, они в принципе Заработают у себя в стране При сегодняшних ценах и курсе Это сегодня практически в Москве невозможно Не говоря уже о городе Кирове Это как бы главная Одна из проблем Второе, чтобы нам кого-то сюда пригласить из соседних территорий Значит, мы должны в чем-то... Более выгодные условия Выгодные, да Значит, у нас должна быть комфортная среда У нас должно... Тут нравятся молодежи Много работы, хорошие зарплаты Много садиков, школ Значит, парков, скверов Город процветает Мы пока об этом сказать очень можем с большой натяжкой И в данном случае я пока не вижу Как мы можем даже среди наших соседей Вырваться в то состояние Когда на самом деле молодежь Не просто наша не будет уезжать А еще будет и чужая приезжать Ну, над этим надо работать Ну, может быть, 650-летие нам позволит как-то продвинуться в этом отношении Я очень в этом верю, Владимир Многие из нас большие надежды возлагают эту круглую дату Я тоже возлагаю И думаю, что все равно что-то получится Но, вот, не знаю Я очень много хожу по городу пешком Я практически передвигаюсь пешком Ну, в день у меня 8-10 километров проходит Знаете, я как бы вот в этом году А он последний год подготовительный такой большой Ну, каких-то больших изменений я не увидел Я как бы не увидел, что город ах-ох И он так вообще как бы изменился Как вот, допустим, празднование Допустим, Нижний Новгород Много рассказывали про Перм Мы пока все-таки раскачиваемся Успеем раскачаться Успеем решить все те цели и задачи, которые поставлены Это будет хорошо Если нет, то, конечно, это будет разочарование определенное Реклама Полторы минуты, прервемся на нее Дмитрий Русских, депутат УЗС Мой собеседник сегодня Скоро продолжим Особое мнение На 101FM Ну вот, пожалуйста, результаты еще одного исследования Которые иллюстрируют, да, проблему с отъездом С оттоком кадров из Кировской области По данным сервиса Суперджоп Только 22% кировчан считают, что В нашем городе можно построить успешную карьеру Ну, тут уж не знаю в каких отраслях Именно в каких сферах Но, видимо, в общем и целом берется Я бы вовсе не так сказал Не карьеру, а что найти работу, которая тебе будет нравиться Которая будет тебе приносить достойность заработка Ну, значит, она тебе будет нравиться Ты сможешь нормально жить Дом, квартиру, нормально покупать вещи По крайней мере, такой бытовой райдер Знаешь, чтобы вот именно все, что связано с бытом Оно как бы закрывалось Ну, это очень низкий процент Ну, сервис-то говорит о том Что у нас и год, и два, и три, и четыре назад Примерно такая же цифра-то была Около 20% Ты тогда сам ответил на тот вопрос Что, значит, за эти годы мы никуда не сдвинулись Никуда не сдвинулись Да, это не сдвинулись Это главная проблема Потому что сейчас за кадры будет Между регионами большая борьба Потому что их не хватает везде Значит, что мойщиков, что официантов Что, ну, куда ни пни Везде как бы вообще проблемы Значит, и понятно, что главный пылесос В этом направлении Который будет и выкачивал И будет продолжать выкачивать Это будет Москва, Казань и Санкт-Петербург Это крупные города, где Еще раз, если мы сейчас вспоминали Собянина, мэра Москвы Ну, вот я вам скажу, что за 10 лет То, что он сделал с Москвой Это великое дело Ну, как бы там грех ее не полюбить Я же говорю, это же там полная фраза уже Как похорошела столица И это ведь там Можно там по-разному относиться К каким-то вещам Там может быть плитка Может быть брусчатка Может асфальт Это все нюансы, да Но то, что Москва стала красивым, чистым И светлым городом Это факт И, конечно, молодежи это очень нравится Точно так же мы скажем и про Казань Мы точно так же можем сказать с вами И про Санкт-Петербург Который, в принципе, тоже Очень быстро развивается Конечно, не как Москва Но все равно он меняется Города меняются И они меняются в сторону современности У нас, к сожалению, с этим большая проблема Ну, мне кажется, тут Может быть, одно из решений вопроса заключается в том Чтобы создавать несколько вот этих региональных центров притяжения, да, кадров Не только Москва будет всасывать в себя Это все Не только Питер Не только Казань Вот чем больше Ну, пока у нас это не получается Будет здорово, если и наш город тоже станет центром притяжения Это вот такой перекос идет среди региона Понятно, что потенциал финансовый и человеческий разный Да, но иногда даже финансы не все решают А именно нужны люди Вот у нас, мне кажется, больше нехватка людей Именно таких лидеров Которые, допустим, видят этот город Там на 20-30 лет вперед Которые знают, что с ним сделать Какой он должен быть Как сделать так, чтобы он был таким комфортным и качественным Чтобы молодежь оставалась Чтобы и пенсионерам было где погулять И с колясками И все Ну, кастрофическая нехватка там школ и детских садов До сих пор мы как бы не можем с этой никуда, с точки сдвинуться У нас не хватает этих скверов, парков У нас нет пространства У нас нет до сих пор велодорожек Мы как бы реально отстаем Когда-то лучший город в Приворском округе в советское время Самый такой современный и развитый Тоже благодаря тогда, что у нас были все заводы ВПК, там не только, да, вообще крупные заводы За счет крупной промышленности Мы там могли это двигать И благодаря, наверное, людям, которые возглавляли Последние годы у нас, конечно, с этим большая беда И в данном случае тут даже дело не в деньгах Допустим, хорошие тротуары и стричь деревья И высаживать цветы Но большого ума и денег не нужно Просто надо к этому прийти Это вы сейчас о той ситуации, которая сейчас есть у нас Да Стригут, высаживают Стригут, высаживают Ну, как бы, что стригут, высаживают Я не знаю, что стригут, высаживают Где я хожу, почему-то мало что-то высаживают И мало что-то стригут Но отсутствие даже в исторической части тротуара Не говоря уже об окраинах Но это большая проблема Которую, в принципе, до сих пор мы решить не можем Хотя, ну, в большинстве городах Даже вот если возьмем наших соседей Да, ну, по крайней мере, эти проблемы точно решили Это вот взять же Ишкарлу Там взять там Глазов Там взять вон даже Ухту Вот тут Даже Сыфтывкар говорят, что там И то уже какое-то движение идет А мы что-то все как-то вот раскачиваемся Очень долго А раскачиваться некогда Я еще раз говорю Идет борьба за кадры За рабочие руки Везде, по всей стране И в этой ситуации Как бы, ну, мы должны четко понимать Что ответственность, какая будет Кировская область Экономическая и социальная Зависит именно Насколько мы сегодня сможем привлечь И даже не привлечь Сохранить наших ребят, которые у нас есть На территории Кировской области А еще желательнее привлечь Привлечь Ну, кстати, по поводу статистических данных Тут, как выяснилось, в середине лета Киров-то уже не полумиллионник Вот это я еще не видел Меньше, чем 500 тысяч у нас Якобы уже официально насчитывается И по всей Кировской области Уже далеко не 1200 Не миллион 200, вернее А уже чуть меньше Миллион сто с чем-то Ну, вот видите Пока все статистические данные Динамика играет не в нашу пользу Да, и, конечно Хотелось бы, чтобы Новая команда Ну, уже как уже год Там и новый губернатор Все-таки понимали, что В данном варианте Это очень важная история И мы должны тут Как бы вместе со всеми работать Потому что я не один раз Говорил, что Не надо воспринимать Местное, как бы, население И местных депутатов Что они тут Мы умные А вы тут, ну, дураки Нет, ну, надо вместе работать Потому что мы Проблематику знаем Поверьте, думаю, лучше Чем любой приезжий там министр И иногда советоваться И находить конструктивные диалоги И, по крайней мере Быть компетентными На сегодняшний день Это самое важное Потому что я вижу Если не хватает где-то компетентности Там нет результата Это прямо вот видно Некомпетентный человек Видимо, не должен занимать Должность Ну, это как бы Мне кажется, что Уходить, менять на другого В определенных, как тебе сказать Периодах жизни, да Потому что сегодня Эксперименты уже Не прокатят Мы сегодня У нас нет возможности Экспериментировать Мы должны идти Делать какой-то определенный результат Потому что ситуация Сама по себе тяжелая Мы же понимаем, что Как бы Очень много факторов Которые работают против нас У нас есть еще Несколько минут Я хотел бы поднять Спортивную тему Вернее Это хорошее Будущее стадиона Локомотив Как известно В июле Вы лично И коллеги ваши По фракции Встречались с губернатором Александром Соколовым Была презентация Тех планов Что вы хотите там реализовать Вот давайте актуализируем Дмитрий Михайлович Что сейчас обсуждается Что уже реализуется Что в ближайшее время будет Смотрите У нас как обычно Знаете Хотели как лучше Получилось как всегда В плане чего Немножко очень затянулась Процедура передачи От РЖД Собственность города Если все Слава богу Мы должны На этой неделе Документ этот получить Значит Вообще хотели Получить его в июне Для того Чтобы уже можно было В летнем периоде Уже что-то начать Что-то уже успеть Да Что-то бы уже Как бы начать По причине того Что сегодня Как бы Уже сентябрь Значит Практически готов Полностью проект Как он будет выглядеть Еще раз хочу всех успокоить Что это будет Чисто спортивный проект Там будет все Только для спорта Там будет типа Такого футбольного центра Развития для детей Юноша И Людей Которые играют в футбол Значит Планы такие Хорошие на 2-3 года Где будет И крытый Манеж И будет Поле Крытый то есть круглогодичный Да Да Там будет детская Ну планирует по крайней мере Кто будет заниматься Там детская спортивная школа Плюс будут играть Профессиональные футболисты Значит Будет искусственное поле С трибунами И самое главное Что мне очень понравилось В этом проекте Что будет благоустроена Вся территория Вместе с прудом Там Ну это красивейшее место Вообще в нашем городе Да И вот оно находится Просто в ужаснейшем состоянии Да И вот это Как бы вот такой комплекс Будет Я Мне многие спрашивают Это будет как В Краснодаре Сделал Галицких Я говорю Нет Это конечно масштаб не тот Но это очень близко По духу Да Дух примерно точно такой же Там Да Территория общедоступная будет Да Конечно Конечно Да Эта же земля будет передана Муниципалитету То в принципе Муниципалитет уже там Как бы Ну видимо По каким-то По концессии Или в аренду передаст И инвестор это все сделает Но это будет Это доступная будет территория Значит И хотелось бы Чтобы у нас таких точек Притяжения для детей Было как гораздо больше Потому что мы сейчас видим Что футбол на пике популярности Значит Очень много детей Хотят играть в футбол Значит И к сожалению У нас сейчас не хватает Ни тренеров Ни школ Ни полей И вот если эта проблема Будет как бы решена Там в ближайшие 2-3 года То я думаю Что в каждой точке города Как в моем детстве Должны быть футбольные поля И довольно-таки Такого современного уже уровня Тем более Вы сейчас видите Что появилась у нас Команда Динамо Снова возродили Значит И она Как бы Уже начинает играть И привлекать Очень много зрителей Значит Все домашние игры Я смотрю Что там Был какой-то ажиотаж По зрителям Значит Ну Тем не менее Ни одна профессиональная команда Не может играть хорошо Если у ней нет внизу Не будет подписки Детских следов Да То вот Задача Футбол сделать массовым Доступным И качественным Значит То вот В данном случае Вот локомотив Как один из первых Таких шагов 10-20 секунд Когда уже по времени Можно ориентироваться Вот эти планы Будут реализовывать Ну смотрите Если все хорошо И все по правильному То я думаю Что где-то в конце сентября Начнутся какие-то уже Первые работы И уже покажут Наверное Застройщики Проект Как это все будет выглядеть Ну я думаю Что в следующем году Наверное парковая часть Будет вся сделана А в течение двух лет Там все должно быть Уже доделано Именно для хорошего спорта Спасибо Времени к сожалению Немножко не хватило Нам Дмитрий Русских Депутат областного Закособрания Спасибо Хорошего дня Всем тоже спасибо Слушайте Хорошего дня Особое мнение На 101FM